Мы садимся в самолёт до Владивостока. Это новый влог и снова уже старый полюбившийся вам город Владивосток. Мы только шестил самолёта и сейчас двигаемся к нашему багажу. Выпуск сегодня необычный, потому что у нас сегодня довольно странный состав. Не типичный, скажем так, но, возможно, уже привычный для вас. Так что сейчас будем искать багаж и воссоединяться по оранжерам. Илон, ты что здесь делаешь? Я поэтому прилетела в Владивосток. По прилёту мы, конечно, поехали к родителям немного отдохнуть, ну, а после на следующий день поехали знакомить Илонку с достопримечательностями этого прекрасного города. Я вообще-то шла вот, чтобы дотронуться до камня. Как красиво вообще. Извините, ничего другого по поводу Владивостока я сказать не могу. Только то, как тут хорошо и спокойно. Вот, а ещё мне очень сильно нравится и притягивают коряги, которые здесь повсюду валяются, я вам всё покажу. Например, вот такая вот шикарная коряга, смотрите. Или вот такая высушенная, выселенная морем. Как вот эта вот вам коряга нравится? Ну, просто идеальный торшер. Как-то можно увезти это отсюда? Сдек. Сдек возит палки с одного места на другое. Но моя любовь это вот эта коряга. Это королева всех коряк на этом берегу. Вот мы приехали на маяк. Капки, это женские или бабушки? Бабушки. Вот ребята сидят, отдыхают. Звезду. Звезду? Покажи. Нагрела голову слишком. А можно за звездой сходить? Можно идти? Ну, последний раз. Ну, можно, он звезду достанет. Пока, звездочка. Пока, звездочка. Вообще, я, конечно, невероятно рада, что все сложилось и удалось Илону привезти сюда. Ведь Владивосток мне уже как родной город, ну, и нет лучшего вида на этот город, чем с моря. Поэтому после маяка мы поехали кататься на лодке. И вот так сегодня прошел наш первый день. Мы сегодня первый день в Владивостоке. Мы привезли лодку, гости, в место, куда мы постоянно ездим. Мы уже миллион раз видели всякие дырки, такие ножки. Вот. Мы сегодня очень поздно встали, поэтому мы успели слиться на мой маяк. А сейчас катаемся на этой прекрасной лодке. Вот. Завтра мы подвигаемся на Витязь. А пока что, вот смотрите, какой красивый будет Илонсток. В этом городе никогда не угадаешь с погодой, но бывают, случаются такие суперские дни, когда ну никак нельзя упускать возможность. И поэтому мы так быстро собрались, немного передвинули наши планы и решили выходить в море именно в тот самый день. И мне кажется, не прогадали. Вы просто посмотрите на этот закат. В общем, мы включили DVD. Сейчас будем смотреть фильм Леон с диска. Диска. Он даже пахнет диском. Ну давай нажимай. Пахнет хорошим фильмом. При просмотре эпизода установки DVD Club. Я не знаю. Стой. Не этот пульт. Вот этот вот. Теперь пробуй. Плей. Работает. Оно работает. Ну все, приятного на просмотрах. Найди три отличия. Мне нужна шапочка красная. Можно мне шапочку красную? Когда кадр будет с красной шапочкой, можно? Можно. Следующее утро было очень сумбурным. Мы ночевали с девчонками в квартире, поэтому всю ночь орали от смеха и не могли долго заснуть. Поэтому чуть не проспали выезд на нашу следующую локацию. И увеличив нашу компанию в несколько раз, отправились на Витязь. Ежегодное путешествие. Я за эту поездку научилась пользоваться приложением кафе кофемашины. Но теперь я вообще продвинутый юзер, пользователь приморских автокафе. У нас пробило колесо. Мы морально помогаем. Все новое колесо. Теперь, точнее, старое упаковано. Новое вставлено. Мы поедем дальше сейчас. Новое вставлено. На следующее утро мы поехали в нашу уже любимую бухту. Бухта Телековского. Это целый мир, достойный того, чтобы его весь хорошенько изучить, обойти, оплыть, опфотографировать и законсервировать в памяти до будущих сюда возвращений. А возвращаться сюда хочется постоянно. Вот и мы привезли сюда Илонгу и, кстати, нашего друга Сашу Половцева, который ни разу тут не был хоть из Приморья. Конечно же, первым делом забираемся на одну из верхних точек полуострова Гамова, чтобы осмотреть, как прекрасен вид на бескрайнее море. А потом спускаемся вниз в бухту, ползя сквозь кусты шиповника и могильные сосны. Вообще добираться до этого места – целое приключение, которое порой сулит поломкой машины. Так что учитывайте это, если вдруг вы думаете, что сюда можно так просто добраться. На пляже мы провели несколько часов и развлекали себя как могли. А, и кстати, это наши новые футболки и мерч, которые я специально привезла сюда, чтобы отфотографировать и снять классный контент. В нашем свободном магазине вы уже можете найти все эти лоты, футболки, худи и шоперы. Купите, пожалуйста. Очень удобная фигня. Туда можно положить ноутбук, одежду, тапочки, еду, камни, в конце концов, морские. Ну и, в принципе, классный, красивый, прочный. Саша, процент при покупке мешка. Я хотел с ним полгода. Это еж. Его едят. Его мы сейчас будем расчленять на... Здесь большой стол жертвоприношения. У меня маленький собственный столик. Вы можете приближаться ко мне, дорогие зрители. Уберите детей от экранов. Леные натуральные места. Сейчас будет убийство. И я покорябала себе руки. Но мы дарылись той истины, которую можно съесть. Приятно, правда? Это был рот. Вот это рот. Это был рот выкинули. Вот так. И вот что осталось у нас. Вот это вот прекрасное черное рыжи, которое мы должны избавиться. А вот это мы можем съесть. Сейчас я продемонстрирую вам, как я это съем, а потом пойду в туалет. Вот такой вот... Вкусно! Далисиус! В общем, это было очень хорошо. Но нам пора собираться и ехать обратно в наш домик. Сегодня у нас шурпа от Илоны. И мы посмотрим за процессом приготовления. Заглянем, скажем так, в эту секретную дверцу. Приоткроем занавесу тайны. Раздвинем секретные занавески. Так, точного рецепта я не знаю, но попробуем восстановить хронологию по видео. Первое. Режем лук. Пока Илона все еще режет лук, мы вам познакомим с новым жителем этого места. Это кот. Кот Атольф. Кот Атольф. Так, ты очень красивый. Ты такой красивый котеныш. Еще надо нарезать морковь и потом ставим казан на огонь. Льем немного масла, высыпаем лук и морковь в казан. Жарим до золотистого цвета. Наливаем еще масло и бросаем куски говядины. Обжариваем несколько минут и заливаем водой. Оставляем томиться где-то на час-полтора. Потом высыпаем поджарку в казан и все готово. В общем, простите меня, мои друзья, которые смотрели, как готовятся. Я забыла снять итоговый вариант. Уже все съели, короче, шипу. И это все, что осталось. Очень вкусно. Простите. Ну, в общем, было очень вкусно. Короче, поэтому готовьте парить закрыло. Боже мой, шапку пробили. Это было очень вкусно. Весь следующий день лил дождь. И не просто так. Ведь я свалилась то ли с простудой, то ли с отравлением. Так что, пока я лежала дома, ребята отправились в мокрый поход на пляж. Продолжаю Кристинин влог, пока она немножко заболела. Мы приехали на бухту Астафьево. Бухта Астафьево – одно из самых запоминающихся мест полуострова Гаму. Каждый раз, как я там оказывалась, погода встречалась суровостью. Там дули очень сильные ветра с моря. Но, знаете, есть в этом некая прелесть, когда ты приходишь в такое прекрасное место, и там никого нет. Ни одной души. В общем, сегодня мы на бухте Астафьево. Здесь очень красивый пляж. И выглядит, если честно говоря, шут немножечко классифирно-сумерно. Лапушетка. Вот, пацаны где-то там, вон там, делают чай, жгут костер. А я пошла гулять, чтобы вам немножко показать, что мы делаем. Потому что Кустина сегодня решила немножечко заболеть и отдохнуть. Здесь такие красивые ракушечные инсталляции висят. В общем-то, как я попала сюда, в Владивосток, собственно, все произошло совершенно случайно. Утром приехали ко мне в Красногорск ребята и сказали, пошли гулять. Мы погуляли. И что-то они хотели расставаться, и поэтому мы поехали к ним. Собственно, родилось срочно это решение того, что я почему-то лечу в Владивосток. Совершенно, но не от меня. Вот, ребята решили, что пора бы меня все-таки свозить. Так как на свадьбе я не была. Я была в Исландии в эту секунду на корабле. И, в общем-то, я никогда не была в Приморском крае, и в Владивостоке никогда, в принципе, никогда так далеко в Азию не забиралась. И, как бы, было решено коллективным мнением, что это отличный опыт. Собственно, вот я здесь. Люди купаются. Я в курточке, еще в одной курточке. В термобельишке, на ногах штанишки, а под штанишками другие штанишки. Поэтому я искренне не понимаю, как они тут надо купаться, потому что они не купаются. Вот наша чистная компания. Какие-то немаленькие, сколько стер. Юджай, наверное, я тоже пошла. В общем, нам дали люлей за то, что мы работали здесь. Заливай-заливай. Заругали. Дяденьки за костер. В общем, нам пришлось выплатить небольшой штраф. И получить люлей и затушить костер. Потому что, оказывается, нельзя разжигать костры в самоповедной зоне. Поэтому, ребята, будьте осторожны. И ни в коем случае не отмейте костер. Вчерешний день я привела в кровати. Ребята снимали влог. Сегодня я очнулась. И мы идем сегодня на Шульца исследовать места. Мыс Шульца – это одна из границ бухты Витязь. Примечательен он тем, что здесь находится морская экспериментальная станция Мыс Шульца – Тихоокеанский океанологический институт. Территория, кстати, закрыта для проезда, но вроде как пройти, погулять, не нарушая запретов этих территорий, можно. Мыс сам по себе очень красив, вода здесь теплее, чем в бухте Остафьево. И если на Витязи или на Остафьево пасмурно и туман, то тут всегда солнце. Очень переживали из-за большого количества змей. Их в этих кореях очень много, но вроде все кусты прошли без приключений. В общем, нам нужно спуститься куда-то туда. С вертолета. Юный легкоатлет Кристина Свобода начинает свой спуск на высоте 15 метров. Спускаться, конечно, нужно очень аккуратно, но как же хорошо, что какие-то добрые туристы или местные жители соорудили такие канаты для безопасного спуска. Тут располагается очень классная, красивая, скрытая бухта, так что можно спокойно тут покупаться и посмаковать. Екатеринский маркional... Сверху... короче это палка с острова остров нет мыс шульца и ее подняли вот спряж на это мы кладем в ручную клад прикиньте как хорошо что мы как бы на машине в итоге поехали сегодня последний день на витязи мы уезжаем в владивосток надо нам собрать вещи прибраться очень хорошо мы провели здесь время так что каждый раз хочется вернуться или остаться сюда подольше и возвращаться сюда снова и снова мы вернулись в владивосток и сегодня у нас последний день мы поехали на мыска бизина как вы помните там мы искать и последний раз снимали вложек здоровский и челлендж вот и сегодня будем просто гулять ходить а потом еще здесь успеем в центр города там погулять тоже как самый настоящий турист взяли себе кофе в кофейне недалеко и теперь двигаемся к самому концу нам нужна еще одна палка не хочу вам снова рассказывать про мыска бизина но хочу поразмышлять с вами о том насколько же действительно эти места и весь приморский край напоминает мне мультики хаяо миядзаки ходячий замок пейзажи принцессы мононоки унесенные призраками и может быть помните волшебные образы из крайних лугов болот заводе и зеленой яркой травой и цветами ну я не знаю как вы у меня тут автоматически происходит полное погружение в этот мир на самом деле сам хаяо миядзаки и многочисленные режиссеры и художники и студии гибли родились и выросли в разных регионах японии и села востока климат там как мне кажется схож с приморским краем это правда все это в одной стороне ну конечно не без своих особенностей так что приезжая сюда я хочу верить что мы можем наблюдать и существовать в той же самой среде что и мои любимые персонажи из дорогих сердцу мультфильмов хочу хочу сказать что туристам и так себе потому что помимо кофе мы еще взяли еды с собой всякой ну такой вкусный поэтому сейчас мы будем перекусывать опалков нет у илона и удон у меня сосиска птички у максима что-то тоже такое вкусное сейчас покажет нам посмотрим на удон вот такой у нас сегодня вид и вот такой сегодня у нас здесь вот пока не болит вроде не плачем не каждый пока посмотрим помните мы тут уже с вами шли была погодка не очень сейчас погода супер интересно расскажи куда мы добрались мы уже почти что дошли до самого конца мы состоялись мы уже столько видели всяких мест красивых и что даже немножечко устали от красивых мест а еще я съела сосиску и я устала ее есть она была жирная хочу лечь поэтому и полежать опять в раю в каком-то вот реально просто в часе езды от владивостока такая красота мне это в прошлый раз жестко штырило вставила и сейчас точно так же потому что когда мы на витязь едем по 6 часов там тоже очень красиво там меньше но здесь вообще ни разу не хуже здесь точно такие же рифы такие же горы такие скалы и зеленая листва и моря полюбого цвета ну конец этого путешествия поменять бы мне билетик до 28-го реально было бы ничего мы были на краю россии на материковом краю россии были мы а дальше япония мы прощаемся я поеду домой но у меня домок продолжится от меня вы не избавитесь никогда ну вот время мы пока что прощаемся мы дают с канадином очень интересно лететь в реме везер в Китая я лечу до Екатеринбурга или что не знаю что мне тут впереди но надеюсь я лечу это точно случится короче друзья я прилетела домой но я прилетела а мой багаж не прилетел это просто трындец уральские авиалинии вы как всегда говно нечего сказать доброе утро я уже съездила в отель переночевала и сейчас я возвращаюсь обратно в аэропорт за своим вещами потому что мне пришла ночь смс-ка потому что мой багаж прибыл вот поэтому я бегу бегу собирать свой багаж вот он мой путешественник прилетел наконец-то да осталось еще вскрыть и посмотреть не умерло ли там что-нибудь внутри а это вполне возможно а это вполне возможно